В эфире новости Анапа Регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите, сегодня в выпуске. Это, безусловно, проявить свои способности, свои таланты, творческие, организаторские. Школьный лидер. В образовательных учреждениях Анапы состоялись выборы президентов, мнения электората и программы кандидатов. Здесь медленно вверх и тяжело, потом быстро вниз, но тоже тяжело. По горным маршрутам. Античное приключение по древним торговым путям прошло в рамках Кром Анапа Трейл. Это и привлечение внимания к транспортной проблеме, привлечение внимания к экологии. Здоровье духовное и физическое. Анапские прихожане совершили необычный крестный ход на светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Благоустройство курорта, меры в отношении нерадивых арендаторов пляжных территорий и недобросовестных собственников земельных участков, а также другие актуальные вопросы рассмотрели участники планерного совещания, которое сегодня провел глава Анапы Юрий Поляков. Доведение порядка в городе, благоустройство и озеленение – традиционно это основные вопросы каждого планерного совещания. На прошлой неделе был дан старт высадки деревьев. Агрономы говорят, самое благоприятное время, чтобы они принялись. До конца года на улицах появится порядка 440 деревьев и более 50 сосен. Еще одна хорошая новость – проект по благоустройству Анапского ТОСа был признан лучшим в крае. Глава Анапы подчеркивает, чистый и ухоженный город – это результат совместной работы власти и жителей. Мы же выбирали эту территорию, и это благодаря нашим жителям. Я вообще хочу сказать, что все вот эти моменты связаны, это все зависит только от нас и от жителей, которые здесь живут. Захотят, чтобы город был чистый, он будет чистый. Захотят, чтобы деревья отцвели, росли и были хорошие территории, значит, все это будет, все это будем делать. Отдельный разговор о наведении порядка в земельных вопросах. Сейчас муниципальный контроль активно выявляет недобросовестных предпринимателей. Зачастую происходит так – коммерсант оформляет участок под индивидуальное жилищное строительство, а по факту строит гостиницу, таким образом уходя от уплаты налогов. Эта ситуация, по мнению Юрия Полякова, недопустима. Причем меры необходимо принимать не только по факту нарушения, но и организовать работы по предотвращению подобных случаев на стадии строительства объекта. Если бы изначально на контроле держали эту ситуацию, тогда, когда фундамент там еще только забивали, первый этаж, уже понятно было бы, что это не дом, да? Или проекты те, которые архитектура смотрит там, то не пришлось бы людям опереводить, понимаете? А сегодня какая-то притча там, и ЖС, и вырастает пять этажей. Не меньше вопросов к тем, кто отработав сезон, забывает за собой убрать. Сегодня городские коммунальщики вынуждены разбирать и вывозить с пляжей брошенные конструкции. На это тратятся бюджетные деньги, которые могли бы пойти, к примеру, на благоустройство. С такими предпринимателями теперь разговор будет коротким. Вы не знаете, кто ставил там? В присутствии их все попилили за выходной день, уже там нет ничего. Значит, список тех, вот кто бросил это оборудование, больше никогда им пляжную территорию не давать. Анапская делегация на прошлой неделе приняла участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Празднование проходило в Тюмрюке. Нашу экспозицию посетил губернатор края, который дал ей самую высокую оценку. Сегодня всех, кто участвовал в организации, поблагодарил Юрий Поляков. Гипер-мероприятие в крае было, действительно очень хорошо подготовились, и Анапа хорошо подготовилась. Хочу сказать всем спасибо, то есть задачи исправились. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Руслан Душевский, Анапа-регион. В 28 школах Анапы выбрали президентов. Школьный лидер – ежегодная программа, благодаря которой старшеклассники могут создать свою команду школьного самоуправления. Выбирают лидеры ученики и педагоги. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Право голоса есть у всех учеников с пятых по одиннадцатой классы. Процедура практически ничем не отличается от настоящих выборов. Школьникам дается один бюллетень. За порядком следят наблюдатели, а проголосовать можно в специальной кабинке. Что в рамках этого процесса мы даем нашим будущим лидерам? Это, безусловно, проявить свои способности, свои таланты, творческие, организаторские. Собрать какой-то костяк в школе, который в дальнейшем сможет действовать на благо не только города, курорта Анапы, но и в целом Краснодарского края. Потому что те идеи, которые они выдвигают в рамках предвыборной кампании, действительно достойны внимания и уважения. Александр один из самых активных воспитанников гимназии. Увлекается робототехникой, интересуется точными науками и входит в число постоянных участников городских игр «Что, где, когда». Несмотря на математический склад ума, в своей предвыборной программе сделал упор на идею создания журналистского проекта. Я собираюсь вести журналистский кружок. Мы будем делать стинг-газету каждый месяц и вывешивать ее на всеобщее обозрение гимназии. Во-первых, это опыт лидерства. Опыт очень важен в нашей жизни. Во-вторых, мне это лично интересно. Интересна организация, интересно управлять людьми. Президент будет представлять школу в ученическом совете и проводить познавательные и развлекательные мероприятия для классов. У каждого кандидата своя избирательная программа. Так как у нас все кандидаты из бывшего совета, я смотрел по их работоспособности. Насколько они были активны, насколько они работали и как много пользы они принесли в нашей школе. Во-первых, это лидер, который привлекает за собой свою команду, учащихся в школах. То есть гораздо легче организовываются любые мероприятия в школе. Они помогают во всем, во всех мероприятиях. Также в городских участвуют. Облегчает управление советом старшеклассников. В организации выборов в школам помогли сотрудники управления по делам молодежи, образования, а также территориальная избирательная комиссия. Президенты будут выбраны в 28 школах Анапы. Анапские казаки приняли участие в параде, посвященном Дню образования казачьего войска. 322 годовщину отметили в Абинске. Наше районное общество выставило сразу два парадных расчета. В Анапу казаки вернулись с наградами. Из Саула Анапского района Сергей Коровченко получил благодарность от атамана Кубанского казачьего войска вице-губернатора Краснодарского края Николая Далудая. Крест за заслуги вручили и сотнику Максиму Гаврильцу, а Анапскому районному казачьему обществу подарили специальную палатку на 50 мест. Ее казаки намерены использовать при проведении военно-полевых сборов. Более 400 человек совершили античные приключения по древним торговым путям полуострова Абрау. Гром Анапа трейл проходит в Анапе уже в третий раз, объединяя спортсменов со всей России и стран ближнего зарубежья. Легкоатлеты преодолели нелегкий путь – 55 километров от города-курорта до Абрау-Дерсо. Половина участника выбрала более короткие, но не менее тернистые и зрелищные дистанции – 18 и 37 километров. До старта остались считанные минуты. Около полутысячи человек собрались на театральной площади, чтобы совершить забег по самым живописным местам Анапы. Алексей Шевченко приехал из Ростова вместе с друзьями, такими же спортсменами и легкоатлетами. Своим главным хобби Алексей выбрал горный туризм. В Анапе побывал впервые. Как говорят сами ростовчане, победа для них далеко не на первом месте. Горы интересны тем, что можно поработать вверх, потом вниз. То есть, когда мы по шоссе бегаем, там просто нудный, такой нудный бег ровный. А здесь медленно вверх и тяжело, а потом быстро вниз, но тоже тяжело. Ну, разные мышцы работают, это интересно. В прошлый раз бежали в обратную сторону, и от Суко, получается, до Анапы, когда бежишь прямо на краю пропасти, вот еще был достаточно сильный ветер, и поэтому прям приходилось все время так немного клониться в сторону склона, потому что было опасно, что сдует в море. Но красота нереальная, с большой высоты смотришь, море прозрачное, и там бежишь мимо виноградников, постоянные холмы, ну то есть там нереально красиво. Того же мнения и анапские бегуны. Урбанистические городские виды, хребтовые горные тропинки, песчаные пляжи и бескрайнее море. Разнообразие пейзажей захватывало дух. Наших спортсменов поддерживал весь город-курорт. По словам анапчан, преодолеть тяжелый маршрут в 55 километров им помогла родная земля. В первую очередь пробежать, выдержать все, не сдаться, победить самого себя в первую очередь. Места здесь очень красивые, посмотреть красиво, в принципе, это самое главное. Каждому спортсмену был присвоен собственный идентификационный номер. С помощью электронных чипов организаторы могли отследить местоположение всех бегунов. Менее чем через полтора часа лидер дистанции Анапасуку уже преодолел финишную прямую. Число 77 стало для Владимира счастливым. Спортсмен из Волгограда занял почетное первое место, сильно оторвавшись от своих соперников. Владимир посвящает большую часть времени легкой атлетике. Недавно открыл для себя триатлон, непрерывную мультиспортивную дистанцию, состоящую из плавания, велогонки и бега. На море не смотрят на красоту, потому что технически сложная трасса и бежишь над обрывом. Скорости немаленькие, иногда бывают из четырех минут на скусках. И буквально в полуметре обрыв, там 50-70 метров. Поэтому на море не очень ты хочешь посмотреть, смотришь под ноги на дистанцию. Но запомнился вот последний подъем, когда был спуск по пляжу, там метров 500. И резкий подъем в горы, там практически градусов, наверное, 30-35. Но пришлось на шаг перейти, потому что невозможно туда было бежать. В этом наша беда. Мы потом приезжаем сюда второй раз и проходим этот трассу пешком, чтобы посмотреть всю красоту, которую мы не видели, когда бежали. И это всегда. Гром Анапа Трейл уже приобрел мировой уровень. Помимо российских спортсменов, в марафоне принял участие и атлет из Японии. По мнению организаторов, главное – безопасность и здоровье участников. На площадке дежурили порядка 80 волонтеров. Все атлеты получили фирменные подарки от спонсоров, оригинальные медали, а самое главное – яркие воспоминания. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа Регион. Анапские прихожане крестным ходом прошли до часовни преподобного Серафима Саровского в селе Витязево. Вот только церковное шествие было необычным. 24 километра они преодолели на велосипедах. Геннадий Васильевич принимал участие еще в первом велопробеге 18 лет назад. Как считает Геннадий Васильевич, необычный крестный ход полезен не только для здоровья духовного, но и физического. За своей формой Анапчанин следит, регулярно гуляет по набережной, занимается плаванием и неравнодушен к велоспорту. Это духовность города Анапы. Без духовности Россия тяжело. Призываю всех анапчан, которые ездят на велосипедах, присоединяются. Крестный ход был посвящен празднованию Покрова Пресвятой Богородицы, одному из главных православных праздников. По словам диакона Ильи Карпенко, присоединиться к группе могли не только прихожане церкви, но и те, кому небезразлична судьба города. Это и привлечение внимания к транспортной проблеме, привлечение внимания их к экологии, и, разумеется, патриотическое воспитание. Мы каждый год посвящаем этот велосипедный крестный ход какому-то событию воинскому, какой-то воинской круглой дате. В этом году все вместе празднуем 75 лет освобождения Анапы и края от немецко-фашистских захватчиков. Одной из контрольных точек велосипедистов стала батарея славы на въезде в село Витязево. Преодолев 18 километров по Пионерскому проспекту, Анапчоне остановились у памятника, чтобы узнать его историю. Вот эта батарея 364 была установлена здесь для того, чтобы не допустить вражеский десант со стороны моря. Видите, отсюда очень хорошо просматривается море. Но случилось так, что со стороны моря батареи не пришлось отбивать десанты, а пришлось отбивать фашистов, которые вышли из Гастагая и направились на Анапу. Возрастных ограничений не было. Основное требование – уметь ездить на велосипеде. Около 200 человек преодолели 24 километра. От храма Серафима Саровского их путь лежал до часовни, расположенной на территории санатория «Жемчужин России». После ЧФ они вернулись обратно. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Средневековые бойцы испытали прочность своих щитов на межрегиональном турнире по историческому фехтованию «Меч Черноморья». Ежегодно на арене амфитеатра Музея Горгипия в схватке встречаются опытные участники и новички исторических реконструкций. В рамках турнира бои прошли в категориях «Щит-меч», «Вольная номинация» и «Командные бои 3 на 3». Судьи следили не только за удачными ударами, но и оценивали костюмы игроков. Все снаряжение – вещи ручной работы, а вес одной кольчуги может доходить до 10 килограмм. В межрегиональном турнире приняли участие клубы «Южное княжество», «Дружины», «Тмоторакань» и «Гуленбургский». Победители в различных номинациях были награждены медалями и грамотами. Октябрьские деньки радуют теплом. Такая погода как будто приглашает гулять по городу и по окрестностям, а самые смелые принимают морские ванны. Надолго ли продлится бабье лето? А может быть пора доставать зонтики и одежду для скорых холодов? Об этом мы спросили у главного синоптика края. На следующей неделе мы ожидаем понижение температуры на 5-7 градусов дневных. И, в общем, можно сказать, что мы уже будем переходить к полноценной осени, когда дневные температуры уже очень редко будут заглядывать за 20-градусную отметку. Но, тем не менее, все равно по нашим климатическим нормам мы еще ждем, что у нас и в ноябре будут теплые дни. Но октябрь уже будет достаточно комфортным. Но, тем не менее, фронтальные разделы с осадками будут иногда день ото дня портить. Хотя с ближайших фронтов мы ожидаем на эти выходные. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Она по регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние которой автомобиль до полной остановки – около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее.